Перед вами вот эта профессиональная телевизионная камера с суфлером, кстати. И камера, она, в общем-то, не живая, но очень капризная. Во-первых, добавляет всем подряд 5 лет и 5 килограммов. А во-вторых, она может любить. То есть добавлять шарма и очарования даже, может быть, не очень симпатичному человеку. А может не любить. И тогда красота самой распрекраснейшей красотки в этом мире потускнеет и померкнет. Так что, если вам лично ваше отражение в зеркале не очень нравится, это еще ничего не значит. Все равно дерзайте. Посмотрите на себя через камеру. Желательно в хорошей студии с хорошим светом. Ну и тогда уже делайте выводы. Ну и камера, ее, конечно, можно немножко обмануть. И в этом уроке я расскажу, что она не любит. Покорить камеру своим внешним видом несложно. Просто учитывайте правила проверенной времени. Очень важно. Мы сейчас будем иметь в виду, что наша с вами цель, чтобы запомнили и услышали нас, а не запомнили только наш внешний вид. Итак, список противопоказаний. Первое – цвет. Черный. Черный цвет хорош в жизни, но не на экране. Он поглощает свет и портит тон лица. Белый считается дополнительным осветительным прибором. И вот как он подсветит ваше лицо, хорошо или плохо, в общем, не факт, что хорошо. Лучше уж надеть светло-серый или бежевый. Яркие цвета на экране становятся еще ярче. Это прямо вампиры, которые пожирают внимание зрителей. Но самый безопасный цвет на экране живыми, отмечу декорациями, такими, как в нашей студии, это синий, зеленый, светло-коричневый. Но опять, друзья, если декорация не синее, если вы придете в синим, встанете на синий, то тогда в кадре что будет? Только ваша голова. Ну и если запись на хромакее, это тоже тогда никакого зеленого и никакого синего. Поговорим о рисунке. Сразу нет. Мелкий горох, полоска, шашечка, гусиная лапка, елочка и даже плессированные юбки. Это очень опасные варианты. Из-за них камере, во-первых, тяжело сфокусироваться. Они начнут в кадре рябить, штробить, и тогда уже тяжело будет сфокусироваться зрителям. Что касается фактуры ткани, прозрачным тканям или тонким тканям, сразу же мы говорим однозначное нет. Потому что наши осветительные приборы, они настолько сильные, что вашу блузку, сшитую из тонкой ткани, даже, казалось бы, очень целомудренную, они просветят насквозь так, что будет казаться, что вы как будто сидите в нижнем белье. Длина. Что касается длины. Это, конечно, неважно, если вы ведущий программы, в которой предполагается ведение сидя или за какой-то стоечкой. Если вас показывают по пояс, неважно, хоть в шортах, хоть в мини, хоть в макси. Но мы рассмотрим самый страшный вариант. Вы сидите на неудобном диване. А мебель на телевидении очень неудобная, я вам скажу. Девочки, если вы ведущая приличной программы, юбка должна быть как минимум по колено, а лучше на одну или даже две ладошки ниже. Потому как даже самая консервативная длина, когда дама усаживается, да еще на не очень удобный диван, она может оказаться неприличным мини. По поводу украшений. Украшения. Не надевайте крупные висячие серьги. И они вызывают желание рассмотреть их, а не вас, и не вас послушать. Опасные бусы и крупные колье, потому что рядом петличка, да? И она может просто задевать за ваше украшение, и тогда будет бракованный звук. Вообще идеальный комплект для похода на телевидение или для проведения программы – это вот, как я сейчас, низ и отдельно вверх. Потому что, посмотрите, что у нас сзади-то есть. Вот, видите, одна – это петличка, а другой блок – это ушко, в которое нам режиссер делает подсказки. И нужен какой-то поясочек, чтобы это было куда установить. Поэтому либо комплект – верх и низ, либо платьишко. Но всегда с поиском. Потому что, если будет без пояска, ну, жаль мне этого звукорежиссера, который будет искать, а на что бы ему прицепить два блока питания. Но, конечно, все это не значит, что нужно быть в кадре серой мышкой. Пробуйте, дерзайте, ищите свой стиль и изюминку. И помните, что фактор внешности на телевидении работает только тогда, когда вы наполнены внутренним содержанием. Поэтому нам здесь, на телевидении, не только красивые нужны, но еще и умные. Удачи вам, друзья, в покорении телевизионных вершин! Мой портал. Будь в сети.